Здравствуйте, расскажите пожалуйста про промасленное тело Абхьянга Это по-индусски Чем это полезно, как часто это можно делать, что это дает в общем для организма Не в плане косметическом Я как-то рассказывал, что есть такое понятие Как время и форма То есть какой-то там предмет, грубо говоря Может сохранять долго свою форму в течение длительного времени И как раз учитель в свое время делал такой эксперимент Взял на доске, написал мокрой тряпкой слово, она сразу же высохла И растительным маслом там Так вот этим растительным маслом Потом года два Если не больше Так на доске и проступало То есть субстанция, жировая субстанция, масляная субстанция Она как раз концентрирована Это мое мнение Я не буду там вдаваться, а то там начнете что-то Такое говорит Это мое мнение, я его скажу Эта субстанция Жировая, масляная Представляет собой как бы сгусток Времени и пространства Времени и пространства Наше тело Наше тело Тоже имеет свои пространственные какие-то характеристики Которые со временем Могут Изменять свою форму В основном тело что делает? Старость это высыхание Процесс старения Он имеет Такие выражения В первую очередь Форма тела уменьшается То есть Объем Да Далее Значит Как бы сказать идет высыхание Сморщивание Потеря воды Далее Значит идет потеря тепла Ну и естественно Вот Потеря времени То есть Меньше становится энергии времени Так называемая хрональная энергия Которая вот Как раз поддержит структуру организма В таком Можно сказать Молодом состоянии Вот тургор Это наполнение тканей Значит водой Вот эти все процессы С течением времени Нарастают в организме Тело высыхает Теряет теплотворные способности Вот так Нормально идет старость Это нормальный процесс старения Потихонечку Все это происходит Так вот Если мы с вами Используем Масло Масляные вот эти вот Массажи То мы с вами Вносим в свой организм Тем более Когда он высыхает Он очень хорошо Через кожу Поглощает масло Просто великолепно Просто великолепно Впитывает А есть еще люди У которых процесс Думаю говорить Высыхания Идет Более быстро Это у лиц Светленной конституции Нежели у лиц Там Сосредственной конституции Или желтшей конституции Так вот Когда Человек вообще Использует Значит масло Он тем самым Внося В свой организм Характеристики Времени И пространства Масло создает Пространство Вот И там же Имеется время То есть Его организм Не так быстро Будет Высыхать А если Тем более Организм Ветреннего человека То он Масло Это любит И снаружи И снутри Это для него Будет Вот спасение Потому что Ну Уменьшение Идет Организма Сжатие Сухость От любых Допустим Внешних факторов Там Жара на улице Или холод на улице Очень быстро Поэтому им Противостоять Вот Для таких людей Это Масляной массаж Лучше всего Еще с тепленьким маслом Плюс Маслом Внутрь Есть такое Да Далее Вот смотрите Что у нас происходит Когда мы С вами Масло Вносим Внутрь Организма Помимо того Что у нас Вот этой Больше становится Хрональной Энергии То есть Мы как бы Отодвигаем Процессы Старения Организма Сосуды Сосуды Кровеносные Сосуды Они имеют Свою оболочку Которая Также Также стремится К высыханию И перестает работать То есть На сжатие На расширение Кровеносные Сосуды Должны В зависимости От внешних Условий То расширяться То сужаться В зависимости От работы Которая Накладывается На организм Физическая работа Тоже Расширяться Сужаться От волнения Тоже Они должны Вот так вот Работать Вот так Со временем Тоже Перестает Правильно Работать Вот Сужились Спазмировались И не могут Реагировать На тот Вид на русский Так вот Когда мы Используем Масло То Вот эти Вот стеночки Кровеносных Сосудов Она становится Эластична Плюс Значит Эластична И работает Она так Как надо Особенно Особенно Рекомендуется Массаж Головы Сосуды Становятся Эластичными Мы думаем Что вот здесь Вот так Мы голову С вами Массажируем И как бы сказать Внешне Все Нет Субстанция Масла Проходит туда Вглубь Организма И Делает Наши Сосуды Эластичными И есть Такое Выражение Что тот Кто делает Такой Массаж Масляной Головы У него Инсульта Не будет То есть У него Будет Хороший Сосуд Головного моза Далее Естественно Это Мышцы Сухожилия Связки Они Также Должны Быть Эластичными И когда Мы делаем Масляные Массажи Мы Тем самым Сохраняем Работоспособность Эластичность Наших Связок Суставов Ну Довольно Таки Долго В том Состоянии В котором Они Должны Быть Поэтому Это Очень Великолепный Массаж Вытесняющий Сухость Из Организма Вытесняющий Холод Из Организма Если Смотрите Еще Используют Масла Которые Разогревают Организм Разогревают Организм Это Горбо говоря Может быть Горчичное Масло Это Можно Просто Воливковое Масло Добавить Допустим Немножечко Гвоздики Она приобретает Тогда Свойства Разогревать Вот То есть С маслами Очень Очень Можно По-различному Воздействовать На организм Как бы сказать Вот Делать его Более горячим Менее горячим Разогревать И охлаждать И Увлажнять И делать Эластичным Вот Поэтому Чем это полезно Я уже сказал Про масляное тело Это Весьма Весьма Полезно И Особенно И смотрите И как правило Вот Допустим В средней полосе Как-то Масляные Массажи Они Не так Широко Практиковались А вот Всему Вот Где холод Жесткий Они Еще Умасливают Тело Маслом Для того Чтобы Не Высыхало То же Само То же Само Наблюдается Вот В древней Греции Люди В древнем Риме Там Где Значит Жарко Они Наносили Масло На кожу Для того Чтобы Защитить Кожу Защитить Свой организм От Высыхания Уже Солнца То есть Видите Как Интересно И Там И Здесь Ну Наиболее Распространение Получила В Индии Вот Там Они Действительно Достигли Таких Интересных Высот С этим Маслом Потому Что Есть Масло Горячее Ну Вернее Теплое На Третий Глаз Льют Есть Такие Интересные Процедуры Опять Так Это Для Того Чтобы Происходит Масло Расслабляет Увлажняет Расслабляет Особенно Теплое Масло Снимает Различного Рода Напряжения Спазмы Которые У нас Тьма Тьмущая От Нашей Современной Жизни И Когда Вот Это Масло Теплое Знаете Столько Сюда Падает Человек Расслабляется И Вот И Даже Сосуды Головного Моза Также Становятся Эластичными То есть С маслом Конечно Очень Интересные Вещи Так Чем это полезно Примерно Рассказал Как часто Это можно Делать Это часто Можно Делать Смотреть У каждого Как высыхает Вот чувствуете Сделали Вот допустим Первый раз Вы делаете Я допустим Сделал Она высохла Я могу Буквально Таки Через час Через два Еще раз Сделать Она высохла Третий раз Ааа Чувствую Уже Организм Напитался Он уже Не так Берет То есть Это в течении Дня А дальше Вы же смотрите Примерно Это можно Делать Через день Раз Сильно Впитывает Значит Можно Каждый День Делать Менее Сильно Впитывает Через день Через два Можно Делать А так В принципе Можно Раз Примерно Даже В недельку Если Это делать Особенно Спину Поясницу Тазобедренные Суставы Этого Будет Вполне Достаточно То есть Вначале Можно Почаще Для того Чтобы Организм Как бы Сказать Напитался Маслом Дальше Это Можно Сделать Профилактически Раз В Неделю Далее Когда Это Лучше Всего Делать Знаете Вот Очень Хорошо Это Можно Сделать Чтобы Лучше Так сказать Впитывание Было Это Можно Сделать Допустим После Порной После Порной Когда Бывают Так сказать Поры Раскрыты Вот Надо Подождать Как Только Заканчивается Примерно Потоотделение Идет Вот Такой Процесс Назад Всасывание И Вот Тут То Можно Сделать То Есть Ну После Порной Процедуры Это Можно Сделать Примерно Через Полчаса Но Это Надо Смотреть У каждого Свою Я Лично Делал Перед Сном Смазываю Все Тело Маслом Ну Докуда Я могу Достать Вот Потом Так как Масло Остается Я Шел В душ Без Мыла Мылся Вот Смывал Потом Полотенцем Вытирался И Получалось Вот Кожа Этила Взяла Столько Масла Сколько Надо Какое Масло Использовать Лучше Всего Использовать Оливковое Масло Оно По составу Жирных Кислот Напоминает Человеческий Жир Можно Растительное Масло В смысле Подсолнечное Использовать Можно Добавлять Будем Говорить В холодное Время В оливковое Масло Там Допустим На Пол литра Грубо говоря Пол чайной Ложечки Перца Молотой Гвоздики Вот Это Придает Значит Маслу Такие Свойства Можно Добавлять Имбиря То есть Тогда Оно Будет Приобретать Такие Горячие Свойства Можно Использовать Просто Кунжутовое Масло Оно Уже Само По себе От природы Горячее Будет Действовать Есть Масло Охлаждающее Там Внешний Косметический Эффект Выражает То Что Происходит Внутри Организма То есть Тело Действительно Оно Должно Быть Жирком И вот Это Кожные Покровы Когда Они Эластичны Они Способствуют Тому Что Через Кожу Мы Также Поглашаем Энерию В виде Свободных Электронов Почему Мы Когда Начинаем Двигаться У нас Происходит Потоотделение Как бы сказать Испарина Зачем Она нужна Она нужна Для того Чтобы Улучшился Контакт Как бы сказать Вот эта Водная Поверхность Улучшает Контакт Кожи С этими Свободными Электронами Которые Тут Грубо говоря Вносятся И они Попадают К нам На кожу Через Акупунктурную Систему Значит Внутрь Организма По этой Акупунктурной Системе Разгоняется До Огромных Сказостей Сверх Световых То есть Откуда Возникает В акупунктурной Системе Эффект Сверхтекучести И вот эти Разогнанные Электроны Электроны Поступают Туда Где Сейчас Идут Наиболее Наибольшие Такие Биологические Процессы Биологические Процессы Поддерживаются Этими Самыми Ферментами Но для того Чтобы фермент Был активен Фермент Это Белковая Часть На которой Допустим Умеется Какой-нибудь Металл Или еще Она там Грубо говоря Отщепляет Прищепляет Еще что-то Делает Но для того Чтобы она Вот так Щелкнула Нужна Сила Нужна Усила Нужна Энергия Так вот Эта Энергия Подается Через Акупунктурную Систему В виде Разогнанных Электронов Туда Только Раз Щелкнула Нету Свободных Электронов Дулю Хоть Сколько Вы С этих Ферментов Съести Их Надо Оживить Так вот Это Оживление Как раз Происходит В основном Через Дыхание Но еще Больше Через Кожу И чем Лучше У вас Будет Кожа Чем Все Это Чем Будет Мощнее С Нерго Низм И Естественно Масляные Массажи Препятствуют Высыханию Кожи Препятствуют Высыханию Связок Черствению Препятствуют Сжатию Организма Препятствуют Черствости Сосудов И тем Самым Такое Простое Средство Вызывает Прекрасный Эффект Человек Чувствует Себя Умиротворенным Довольным Лучше Спит У женщин Нормально Работает Менструальный Цикл У мужчин Уверенность Продолжительности И Значит Мощности Полового Акта Вот эти Вот все Вещи Дает Массаж Тело Масло Ну вот Такие Вот вещи Продолжение следует